Путин рассказал о развитии сотрудничества с ЮНЕСКО. Отношения между Россией и ЮНЕСКО развиваются поступательно. Москва и в будущем будет поддерживать организацию. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Адрия Зули, которая проходила в среду в Кремле. Российский президент отметил, что в этом году отмечается 65-летие членства России в ЮНЕСКО. Путин напомнил, что в связи с этим запланирован целый ряд мероприятий, и визит Азули одной из них. «Мне очень приятно отметить, что отношения между Россией и ЮНЕСКО развиваются поступательно. Исходим из того, что ЮНЕСКО была, есть и остается ключевой международной, межправительственной организацией, работающей в области гуманитарных связей», — сказал российский президент. По его словам, это уже второй визит Азули в Россию. На этот раз комплексный, трехдневный, — пояснил Путин. Российский президент также пообещал, что ЮНЕСКО всегда может рассчитывать на поддержку России. «Мы всегда в вашем распоряжении и в то же время рассчитываем на вашу помощь и поддержку, в том числе и методическую, при реализации наших национальных планов», — сказал он. Минус. Глава ЮНЕСКО Адрия Азули о приоритетах деятельности крупнейшей международной организации. В ответ генеральный директор ЮНЕСКО заявила, что ее визит в Россию пришелся на важный период. «Он важен для ЮНЕСКО, и позвольте выразить вам благодарность за ту ключевую роль, которую играет Россия в деятельности ЮНЕСКО вот уже 65 лет. Кроме того, она продолжает играть такую мощную роль и сегодня», — сказала Азули. Она также отметила, что ЮНЕСКО сейчас, когда международные отношения иногда находятся на напряженном уровне, представляет собой крайне конструктивную и полезную площадку для взаимодействия для государств. По ее словам, цель ЮНЕСКО достичь мира и гармонии между странами, снизить политическую напряженность, которая иногда омрачала деятельность и образ ЮНЕСКО. «Я надеюсь, что мне удастся двигаться в этом же направлении, модернизируя нашу организацию, запуская новые инициативы, а также работая над тем, чтобы организовать нашу деятельность вокруг такого мандата при помощи государств». В частности, при помощи России, выразила Надежда Азули. В этот же день Адрия Азули была присвоена звание почетного члена Российской академии художеств. Кроме того, ей показали достопримечательности Московского Кремля объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО сейчас, когда международные отношения иногда находятся на напряженном уровне, представляет собой крайне конструктивную и полезную площадку для взаимодействия. Ранее в интервью РГ, которое Азули дала первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, она заявила, что этот визит очень важен для ЮНЕСКО. По ее словам, это должно помочь укрепить двустороннее сотрудничество в решении проблем современного мира. Она также рассказала, что планирует обсудить тему мультилатерализма и то, каким образом ЮНЕСКО может сейчас внести вклад в решение задач современного мира. Азули возглавил организацию в конце 2017 года. Ее визит в Россию начался 5 марта и продлится до 7 марта. В четверг у Азули запланирована встреча в Татарстане с главой республики Рустамом Минихановым. Официально. Президент России Владимир Путин подписал закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников, у которых взыскиваются средства в рамках исполнительных процедур. Закон освобождает от обязанности выплачивать исполнительский сбор ипотечных должников, которые участвуют в правительственных программах помощи отдельным категориям заемщиков. Кроме того, закон позволит солидарным должникам платить совместно только 7%. До этого каждый из солидарных должников по кредиту вынужден был платить по 7% исполнительского сбора. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее пояснил, что норма о поддержке отдельных категорий заемщиков касается, в первую очередь, валютных ипотечников. Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО. Это в большей степени касается тех лиц, которые получили ипотечный кредит в иностранной валюте, и их, мы знаем, немалое количество. На сегодня, более 20 тысяч семей входит в программу. Таким образом, эти лица будут освобождены от уплаты исполнительского сбора, а также будут освобождены от исполнительского сбора те граждане, которые уплатили ипотечный кредит в полном объеме в соответствии с законом об ипотечном кредитовании, сказал Пискарев. Сотрудничество. Россия отправит наблюдателей на парламентские выборы в Южную Осетию. Владимир Путин в среду в Кремле встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Российский президент отметил стратегическое партнерство двух стран. «Нет необходимости говорить о характере отношений. Думаю, мы в полном смысле слова стратегические партнеры. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие республики и обеспечить безопасность», заявил он, открывая встречу. Путин подписал закон о палеотивной помощи в РФ. Минус. Путин поручил ФСБ защитить Россию от кибернаступления. Путин подчеркнул, что нет никаких сомнений, что и дальше работа в таком же ключе и в таком же качестве будет продолжена. Он также отметил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером, указав на инвестиционную программу и ряд других программ, направленных на поддержку республики. Кроме того, Путин напомнил о парламентских выборах, которые состоятся в Южной Осетии в июне. «Уверен, что вы сделаете все для того, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом, на демократической основе. Мы со своей стороны, как и договаривались, направим наблюдателей на парламентские выборы в Южную Осетию», заверил российский президент. В свою очередь Бибилов поблагодарил Путина за возможность совместной встречи. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне подтверждают стратегическое партнерство двух стран. Это дает уверенность в том, что развитие Южной Осетии и стратегическое партнерство Южной Осетии с РФ оно на высоком уровне, пояснил он. Он также рассказал, что соглашения, подписанные в 2015 году, выполняются довольно эффективно. «Есть программа, которую вы только что затронули, она существенно влияет на развитие экономики Республики Южная Осетия, на ее инфраструктуру, она социальный характер носит очень серьезный», – подтвердил Бибилов. Основная часть переговоров прошла в закрытом режиме. Ранее в Кремле сообщали, что планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия, прежде всего в социально-экономической сфере. Власть, работа власти, президент Международной организации ООН ЮНЕСКО РГФОТО.